так всем привет видимо я начну с тем что не получилось прошлый раз просто есть должок вот перед всеми который заключается в том что я проворонил два непечатных символов вам в описании пакет когда description его делалось описание как копипастил из интернета вот там разумеется это на самом деле такой бич подобного рода картинок всех там значит когда вы копипастить из интернета текст с кавычками скорее всего к вам приедут какие-нибудь типографские кавычки волшебные вот что касается fpm это формат спека очень древний в общем сейчас мы попробуем все исправить заодно я расскажу то что не успел рассказать в прошлый раз вот причем ну как конкретно не успел значит конкретно не успел потому что это важная часть которая связана с сопровождением пакет вот я ее практически не затронул значит да вот значит что мы сделали напоминаю в прошлый раз мы создали пакет рпм даже поставили его можно его сейчас тоже поставить посмотреть что все работает вот на основе на основе некоторого кода за авторством саймона теттема он сайте не тетхом а теттема естественно саймона теттема который представляет собой калькулятор вещественных чисел произвольной точности вот шпигот называется вот этот самый шпигот мы прошлый раз собрали потестили даже запустили внутренние тесты собрали рпм поставили рпм потестили но когда дело дошло до проверки хинкс пригодного к помещению в репозитории мы уперлись в странную ошибку как странную ошибку типа неизвестный непечатный символ в описании идея стоит в том что в описании вашего пакета если у него не стоит кодировка то это описание в кодировке аске вот соответственно описание в кодировке аске не должно включать никаких силов кроме аске или кажется латин один даже не с китом атина 1 но все равно это не не код соответственно и не годные кавычки которые к нам приехали они были неправильно но я хотел рассказать о более развесистым труде ман тренера чем просто собрать пакет и затолкать его в сборщину вот почему смотрите давайте мы зайдем на какой-нибудь ресурс ресурс нашего комьюнити alt linux team это не тот ресурс ну скажем скажем вот вот значит это википедия вообще ну вот например да это у нас ресурс сам собственно комьюнити посвященный всевозможной технической информации и вот этого всего вот вот это у нас бак зила вас это ресурс в котором идет отслеживание ошибок причем как я уже говорил в прошлый раз поскольку основной работой по созданию программного обеспечения свободного занимается так называемый upstream то есть собственно сами создатели то как правило хватает усилий одного человека чтобы адаптировать это программное обеспечение к требованиям комьюнити к тому как это лежит в значит нашим репозиторий что можно потом был сделать дистрибутинг но разумеется от ошибок никто никому не застраховывал их много они все разные вот вот например довольно типичная ошибка скорее всего это ошибка не в стрима это ошибка упаковки пакета на редактор и повесил ее лично я я обнаружил проб что в при определенных условиях конфигурационный файл читается дважды вот это все бы было ничего если бы я в этот на фигурационный файл не вставил файл так конкретно не вставил если вы открываете файл . 6 это связано с нашими практическими занятиями я туда вставил что если вы открываете файл . си то в него сразу вписывается некий шаблон хищный но там include main вот это все ну и как вам было удивление когда открываешь пустой файл . си в него вписывается два таких шаблонов ну вот я обнаружил эту бабу пока ее никто не фиксит потому что как это правильно сказать это linux тебе надо ты делай вот мне надо я ее в конце концов пофиксу но если монтейнер решит что ему это тоже достает ну значит и монтейнер пофиксит вот такая типичная бага значит смотрите в разделе продукт указывается название репозитория главный наш репозиторий называется сизиф почему сизиф я расскажу чуть позже но сизиф это так называемый rolling release то есть это репозиторий в котором каждый каждый божий день прибавляется новых пакетов которые технически совместимы со старыми то есть не ломают никакую программную или рандой мою зависимость то есть по пакетную или программную зависимость вот но понятное дело что пользователь пользовательские свойства даже если монтейнер проверил там вот насколько все работает пользовательские свойства они понятное дело могут внезапно испортиться особенно при масштабном обновлении каких-то важных компонентов системы того же системы для которая пишется активно а ленард как я уже замечал несколько раз слегка мелко видел всех своих пользователей кроме тех которые платят ему бабло вот ничего плохого не могу сказать про это потому что ну понятное дело что так устроили приоритеты но тем не менее да то есть все остальные должны как бы сначала пробовать эти его изменения читать внимательно что он там сделал уже потом их применить ну неважно значит помимо роллинг ветки она же нестабильная у нас есть так называемые ветки branches или платформы потому что понятное дело что как только мы решим зафиксировать некоторый набор пакетов и на основании его делать коммерческие дистрибутивы тут собственно чем занимается компания базальт из повода она производит дистрибутивы которые там участвуют во всяких государственных игрищах там да не не столько государственных я бы даже сказал сколько оперативных но всякие внедрения вот это все короче говоря зарабатываем вот так вот понятное дело что во первых пытаться организовать что-то вроде технической поддержки по роллинг релизу довольно тяжело сегодня пакет один завтра какой-то монтейнер положил другой вот кто будет за это отвечать да никто собственно не собирается монтейнером всем монтейнером в комьюнити надо дать максимальный приоритет по заполнению и позитория лишь бы они друг другу не мешали да лишь бы значит каждый новый пакет не ломался миссим из предыдущих вот соответственно помимо помимо значит собственно сизифа существует еще некоторое количество так называемых брачи веток они же платформы видите по 9 по 8 этапы платформ вот и собственно непосредственно название дистрибутивов тут они скопились я так понимаю с незапамятных времен вот центр у нас был такой дистрибутив назывался кентавр он был кентавр потому что у него был телу лошадь а голова человека ну в том смысле что он был одновременно из серверной дисктопный можно было поставить его в дисктопном варианте а можно поставить сервер вас рабочая лошадь такая рабочий кентавр такой вот но это был давно но тем не менее ведь осталось бог делища вот ну или например пятая платформа пятая платформы это было очень давно это было до основания компании bazaita sport потому что до этого была компания alternative который был одноименный комьюнити вот короче говоря да значит что такое платформа или замороженный бранч на не rolling release of frozen release frozen релиз это ответвление основного репозитория в котором обновление делаются только по трем причинам первая главная причина security updates то есть если вышло какое-то какие-то претензии по безопасности разумеется надо в репозитории что-то там обновить причем далеко не всегда это именно обновление довольно часто это security fix на старую версию вторая причина и это значит обновление ключевых компонентов при не обновлении которых страдают пользователи ну например вышла новая версия там не знаю firefox с поддержкой чего-то там из которой выкинули наконец поддержку чего-то там вот и вот это вот новая поддержка чего-то там она всем нужно потому что она тут же появляется на сайтах вот там ну вот понятно да значит если у нас платформа держится там ну пару лет точно ну смысле в продакшене то понятно за пару лет не обновлять firefox ни разу это в общем издевательство над пользователем и поэтому значит так такого рода компоненты которые требуют обновления одни в платформах обновляются и третий значит причина в которой и а это собственно причина по которой платформа называется платформой она состоит в том что если необходимо сделать обеспечить совместимость какой-то ерунды скажем проприетарный слово проприетарное означает несвободный проприетари это такой тип лицензий которые в основном ограничивают право на распространение и тем самым собственно позволяют авторам зарабатывать значит в свободной среде в среде комьюнити с посвящен свободного софта обычно это называется таким с непередаваемым оттенком просто проприетарщины вот принято это не то чтобы ненавидеть ненавидеть не принято принято как это сочувствовать этим несчастным людям которые изготавливают проприетарщину особенно под линукс потому что это правда тяжело им живется вот в общем если нужно обеспечить какие-то потребительские свойства того дистрибутива того продукта который мы делаем на базе вот этого большого репозитория то они конечно же вносятся в сизиф тоже но в некоторых случаях особенно если это закрытый репозиторий ну как закрытый закрытый в смысле закрытый от обновлений допустим защищенный обмазанный каким-то сертификатами где только обновление по безопасности а еще какие-нибудь требования со стороны клиентов которые значит что-то нужно вот в этих случаях тоже вносится изменение в замороженный репозитор замороженные репозиторий да вот из него делается дистрибутив тут надо сказать что есть два понятия дистрибутив понятие характерные для комьюнити которая полностью ориентирована на хранилище и это например тебя так устроен вот дистрибутивы гнезда тебя на много-много их там очень много вот они все устроены таким образом что дистрибутивом называется хранилище вот если вы пойдете на сайт тебя нам дайте сходим на сайт тебя на раз уж у нас тут linux минус вот это все вот когда вы идете на сайт тебя на вам говорят что вот у нас текущий дистрибутив называется 9 10 что льда вот и это дистрибутив что в нем там немыслимое количество тысяч пакетов тебя действительно очень крут в этом смысле вот а помимо вот этого текущего дистрибутива есть еще так называемый тестинг дистрибутив так называемый он стей был дистрибутив вот это просто разные хранилища в которых хранятся пакета разной степени готовности да значит там если если я не ошибаюсь система примерно такая пакет если он собирается он попадает в хранилище unstable дальше все желающие могут на него навешать какое-то количество багов если в течение какого-то времени на unstable пакет не навешано никакое количество багов вы видели только что баг зелу и баги если хотите могу показать сколько багов я еще не исправил раз уж на то пошло да я хотел признаться про баги про баги значит вот тут где-то есть кнопочка вот это мои вот вот сейчас грешным делом покажу сколько сколько багов висит на мне не закрытых вот правда некоторые из них я закрывать не хочу потому что они бессмысленные но тем не менее вот это все что я вот довольно много вот ну кстати тут некоторые прям прям надо прям надо делать ладно а некоторые совершенно непонятно как закрывать вот например ли бревсь падает на каких-то страшных ппт всегда так было всегда так будет ппт это ужасная штука которая несовместима ни с чем поэтому люблю сюда падает мне возвращаясь к дебиану и так у тебя на есть несколько уровней готовности репозитория если багов не вешается на текущий пакет он попадает в репозиторий тестинг в тестинге его более активно тестируют соответственно он там болтается опять таки если он там болтается и предполагается что его тестируют и туда ни разу не попадает ни разу не попадает на него не вешается ошибка тогда он может попасть в кажется стей был по моему там еще что-то есть поменится на него идея стоит в следующем как только появляется какая-то страшная бага пакет сразу выметается обратно в предыдущий уровень готовности а значит в текущем дистрибутиве остается предыдущий ну или как вот но и это понятие дистрибутив равное понятию хранилище в нашем случае это не так я уже показывал что дистрибутивы комьюнити это такие образы и сошек дистрибутив который мы ставили себе на виртуал кто же а вот например да ну раз уж раз уж и речь зашла об обработке ошибок значит обнаружил я что не работает в наших свежих свежих пакетах не работает так называемые mdns mdns это аналог этого самого старого макинтожского apple talk конкретно это способ превращать сетевые имена в ip адреса и обратно но не завязаны на dns классический а так скажем как то так само собой типа сами договорятся ну то есть компьютер запускается выбирать себе какое-то от фонаря имя спрашивают окружающих я тут себя вот такое имя выбрал никто не против окружающих гряд будь здоров он присваивает себе это имя и в следующий раз когда вы говорите хочу зайти на компьютер номер именно по имени такому то значит происходит вот это превращение как вот этого имени в ip адрес как-то делается в случае dns но не хожу путем хождения в dns каким-то dns сервером вот а про просто путем опроса окружающих и тут никого нету с таким именем ну вот сейчас я попробую даже показать вот у меня есть какая-нибудь моя машинка вот ключевым то есть опознавательным знаком является доменное имя . local если мы ну вот пожалуйста опозналась вас если мы вызвали доменное имя . local это значит что не вызвали использовали это значит что мы явно обратились к mdns потому что потому что это его епархия обычно называется это вот наверное мы эту тему временно прервем если будем говорить про сетевые службы вот тогда и поговорим про авахи мультиказ dns вот это все это не мультиказ днс от мдс вот короче перестала работать вот вот значит что выясняется выясняется что действительно не работает причем можно руками там что-то поправить она начинает работать а если руками не поправить не работает это значит я выяснил нашел нашел тубак вот объясняю монтейнеру объясняю монтейнеру что нужно делать вас выясняется что есть две проблемы что проблема не одна значит нужно обновить модуль который отвечает за вот это превращение dns в ну имени в и нужно поправить настройки в этом самом сервере я собрал этот модуль сам обновил его не работает приходится руками каждый расправить вот в общем говорили 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 и в конце концов в марте 22 марта этого года я задолбался и решил сам эту заду проблему решить посмотрел в код посмотрел туда посмотрел сюда выяснил что достаточно просто поменять права доступа который по умолчанию ставится 770 то есть rvx rvx ничего и соответственно все не члены группы который подлежит какой-то там каталог а вот кто-то видите тут кто-то даже помог мне значит кто-то все интереснее было не я нашел эту эту багу смысле решение ты баги нашел не я решение баги нашел сторонний человек просто доброход какой-то решил мне помочь сказал смотрите вот в таких-то и таких-то изменениях сделала вот такая фигня вот значит я туда пошел выяснил что там не хватает одного битика к каталогу в котором лежит файл управляющий поправил все заработал до сих пор работает вот типичный вам линус ты у тебя над ты и делай значит хотя еще раз мне помогли то есть мне помог в общем достаточно сторонний человек который поисследовал проблему и предложил решение но вернее место где искать вот мы его даже нет он предложил решение ну и я как человек который может это по манты нить по манты ну все извините я отвлекся просто показываю как устроена в принципе манты нер ства как ну как повседневность вот так вот смотрите я начал с того что вообще говоря работа манты нера не прекращается в тот момент когда он собрал пакет закинул на сборочный сервер сказал дорогой сборочный сервер собирай ну типа я тут потестил все все хорошо во первых программный продукт имеет свойство обновляться более того скажу программные продукты свободные имеет свойство обновляться часто как завещал нам великий есер и ерик раймонд рейс роли жили с оффом то есть чем больше твой программный продукт пробудет на публике тем больше шансов что его оттестят пришлют тебе все баги а возможно даже исправить вот это не означает что надо выпускать какую-то жуткую недоделку который все время валят оптики никто не будет пользоваться соответственно никто не будет тестить никто не будет исправ但 как только ты почувствовал что пора лизить не надо заниматьсяэээээээээ перфекционизмом надо выбросить все тебе фич которых ты не успел доделать а все остальное зарелизить пускай люди ищут гонки вот и соответственно присылают фич реквест поэтому свободный софт релизится довольно часто ну как бы раз в три месяца это вот сто пудов ну если если разработка идет а если активной разработкой чаще вот поэтому ситуация такая ты собрал пакет папа чел его что-то там такое вот настроил вот еще чего-то сделал богу исправил положил его в сизир значит тебе пришли еще баг репорты от пользователей в бак зили потому что они там нестандартным образом начали его пользоваться твоим пакетом а он не работает поправила эти баги выпустил еще один ну новый 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 под релиз пока то это тело вышла следующая версия и все твои исправления то ли применяются к этой следующей версии то ли нет ты опять собираешь и в общем в общем теперь в общем я думаю понятно почему называется репозиторий сизиф потому что мы этот камень закатываем в эту гору собираем пакет выходит новая версия мы опять закатываем ну и вот 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 такой вот сизифов труд понятное дело что если бы у нас была лекция по разработку курс по разработке под линукс я бы рассказал какие механические устройства позволяют этому сизифу закатывать этот камень в гору не совсем руками вот но как бы сейчас я могу сделать только обзор и обзор состоит вот в чем вот некоторые портальчик который кстати позволяет и поискать и еще что-то делать некоторые портальчик который показывает у кого какие пакеты вот вот скажем есть какой-то какой-то непонятный джордж в комьюнити тут наши 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 монтейнер когда который когда когда-либо что-либо монтейнере ведь правда некоторые монтейнере давно а нет это же когда создан каталог так что нет где слово джордж то господи прости вот вот и вот это джорджа есть какое-то количество пакетов которые он когда-либо собирал и возможно собирает до сих пор монтейнер сопровождает то есть выполняет вот этот сизифа в труд до отслеживает обновление значит собирает правит те правки которые в этом обновлении отвалились потому что на новых версиях вполне возможно даже частая ситуация тебе пришел пакет пришел пакет ты упохакал исправил баги потому что там были баги от репортил upstream вот это баги зашел в их баг зилу написал работает через некоторое время ты обновляешь пакет и видишь что твои исправления не применяются потому что upstream тоже исправил эти баги не так как ты ну потому что твои хаки грязные хаки чистые ну вот вот смотрите вот тут пакета который когда-либо собирал господи прости пользователь джордж да давайте отсортируем по last change вот да за счет кстати довольно ситуация такая была интересная с пакетом до до oxygen вот 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 новый релиз значит мне тут пишет тем лид наш ну и заодно секьюрити офисер горит и вообще сейчас всех подставишь уйдать твой долг до oxygen не собирается уже несколько недель а ты как бы вуз не дуешь что значит не собирается несколько недель это значит что на нашей сборочной сервере на нашем сборочном сервере периодически раз в неделю запускается полная пересборка вообще всех пакетов которые раньше были уже собраны почему так потому что может так случиться что от одного обновления какого-то одного пакета все хорошо в смысле бинарных зависимостей то есть обновили там за компилятор ну от обновления компилятора ничего не сломается на твоей машине а вот компилироваться может перестать потому что новый гцц там еще более строгий ввели какие-то дополнительные ограничения в случае alpinux steam там еще больше строгих ограничений вводятся для того чтобы код был более надежный и пакет все работает ставится работает но больше не собирается падает с ошибкой вот этот несчастный doxygen падал с ошибкой что в общем очень противно потому что понятное дело из названия если внезапно к нему к названию приглядеться из названия следует что это пакет для генерации документации докадайтесь сколько сборочных зависимости над oxygen все здесь там порядка полутора тысяч пакетов умерла если бы бы если бы вот эту штуку не обновили в общем я с недоимой с недоимой нечистой совести его обновил обратите внимание что я сейчас зашел в какой-то броузер чего-то что показывает содержимое не просто так а гид репозитория с комитами с с этими самыми с комитными месседжами красивыми с тегами где-то тут должны быть теги вот они с тегами да видите теги соответствуют номеру версии пакета вот с ченчлогом со всеми со всеми пирожками очень удобная штука потому что вы смотрите и видите как вообще как вообще происходило 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 его разработка ну вот какое-то время назад им занялся я да что тут прям какие-то старые это не та ветка нам нужна другая ветка нам нужна ветка сегифус где ветки не знаю где ветки вот неважно важно вот что важно то что люди которые в принципе умеют ну программисты которые умеют вот с этим работать они естественно умеют работать и с такого рода интерфейс понятное дело что если бы я просто тупо засовывал на сборочницу свои срц рпм и сборщица бы их тупо собирала то всей вот этой красоты бы не было более того довольно частая ситуация когда на пакет на обстримный такое количество исправлений что просто их держать там виде каких-то патч файлов это ну как правильно сказать очень неудобно гораздо удобнее поступить как настоящий программист склонировать гид репозитория обстрима сделать свою веточку из этого гид репозитория на этой веточке похулиганить хорошенько вот описать различия между той веткой между обстримной веткой своей как такой автоматически генерируемый патч и в таком виде репозитория собирать а сопровождать его как как нормальный гид архив исходных кодов и в принципе это настолько удобно что я вот той схемы которую я пользовал до прошлой лекции не пользуюсь вообще никогда они пользуюсь когда собираю либрофис потому что он огромный потому что любая гид операция над репозиторами либрофиса она несколько минут идет вот и мне проще собрать сердце рпм один раз и его затем вот и вот сейчас я покажу как это делается это уже совершеннейшая внутренняя специфика конкретно сообщества альт-линукс этим но скажем так в том же тебя не например тоже исходники пакетов лежат гид репозиториях в фидоре это который для редхата основа тоже исходники пакетов лежат в гид репозиториях правда фидоре фидоре там есть некоторая хитрость там лежит все кроме исходников то есть спеки какие-то патчи ну короче все 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 кроме исходного кода который надо скачивать тоже разумно такие дела вот чем мы сделаем мы сейчас сделаем следующее мы заведем репозиторий вот тут да вот тут склонируем его на рабочую машину развернем туда наши сорцы рпм сделаем из него репозиторий потом воспользуемся специальным инструментом который из гид репозитория собирает пакет и его же заставим собрать в нашу сборочницу так значит напоминаю что интерфейс у него командные строки у нашей сборочницы просто вот просто незамысловато да значит что мы можем сделать поискать пакет склонировать чей-то пакет удалить пакет а нам нужны не дыбы создать пакет пустой пустой каталог пустой гид репозиторий под будущий пакет нет дп называется он будет шпигон да а нет гид клон и вот это вот так же шпигон он говорит он пустой имею ввиду гид говорит ну конечно пустой чё я уже только что создал значит дальше люталь специфика просто было понятно я конвертирую src рпм в классическую схему хранения исходных текстов вот в этом самом репозитории который у нас там на заднем плане болтается вот что при этом происходит значит у меня создается у меня создается спектр ну выковыривается спектр файл все исходники кладутся просто в каталог спи год вот еще создается специальный репозиторий под названием gear потому что gear такая утилита который вот с этим умеет работать вот в котором на специальном простейшем языке описан а описаны правила как как собирать пакет в данном случае там написано буквально следующее что на самом деле исходники были в торг зет и что пакет из каталога шпигод надо сделать надо сделать архив шпигод минус номер версии . b1 вот это вот самый б которым с которым мы боролись в прошлый раз вот обратите внимание что получившийся таким образом пакет будет содержать переупакованные исходники это в отличие от федоры где исходники надо руками скачивать с сайта upstream и в альтлинук steam если я собираю пакет из githa значит где увидели github и github за сегодня ни одного github не пострадало в этом самом процессе вот гид alt linux work от наши сервера вот github конечно никогда не навернется потому что если навернется github его доступность скажем так если а на земле возникнет такая ситуация что навернется github самое меньшее что вас будет волновать это его недоступность что касается запрета на страны ну мне кажется на политическом и надо решать в любом случае github я не пользовался еще ни разу это наш собственный гид репозиторий а вовсе не github вот как могли видеть тут стоит обычный cgit кажется это вот cgit вот возвращаясь к нашим баранам получается гид репозиторий в котором вместо исходного торга зэшки которую которая там не больше не хранится хранится распакованный каталог у него гид лог я сказал у него значит нормальная гид история он правды вот вот мы сейчас что сделаем мы сейчас поправим этот спек значит путем недолгих экспериментов выяснилось что виноваты вот эти вот вот эти вот кавычки обратите внимание сейчас поищу этот самый гравис обратную кавычку и не найду ее как-то ее не нашел если она вот а вот тем не менее значит какая-то другая значит поменяем ее на вообще на обычную кавычку и та же самая фигня с апострофом смотрите вот этот апостроф найден а вот этот апостроф не является апострофом это какая-то фигня вот в общем вот если бы я использовал свой шрифт у меня все символы разные я бы видел что это не апострофа но это не мой шрифт мой шрифт вот он нет это тоже мой шрифт странно ну неважно значит в любом случае в любом случае вот это нашу багу должно исправить вот чем мы делаем гид комит минуса минус м ага единственное что нужно так перевесить значит он сборка сборочница будет происходить по имени вот этого тега сейчас как нам будет гид гид describe мы от этого тега отъехали немножко ну давайте сейчас мы его ну допустим пока он напишем что-нибудь такой типа старт вот дайте запушим его обратно на сервер и давайте теперь на счет что теперь нужно сделать теперь нужно проверить что этот пакет собирается то есть что из него можно сделать и сердце и рпм а из этого а это сердце и рпм собрать значит причем собрать прямо в хешере вся вот этот механизм весь этот механизм в случае линукс упакован в одну единственную утилиту которая называется гир вот и мне кажется что если я вот так вот скажу сейчас сейчас я поищу в истории ну вот например вот вот это вот это похоже нормально 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 вызов на что я говорю дорогой гир это гирк расшифровать как get every archer или а о репозиторе короче получить нормальный архив из любого репозитория дорогой гир говорил слушай запусти хэшер пересобери пожалуйста пакет только не удаляй потом черут на всякий случай вдруг мне туда захочется залезть а гир определяет что этот хэша что значит хэшеру нужно ход выдать и сердце рпм потому что он видит что у нас есть в текущем каталоге в текущем каталоге у нас есть . gear и в нем есть конфиг по которому собственно сердце рпм нужно делать в общем короче вот это вот правильно команда сейчас мы запустим а я пока поговорю еще значит я еще поговорю потому что я сегодня хотел еще кое-что рассказать а время стремительно уходит значит дальнейшие действия монтейнера предположим исходники обновились что делает монтейнер монтейнер берет распаковывает исходники в соответствующий каталог делает гид комит в этом гид комит описывает что вот мол обновилась версия пожалуйста мы значит за комителю новые новые исходники а все остальное скорее всего не меняет единство что ему надо сперп поменять добавить чего поменять поменять и поменять версию очень многое всякие вот дополнительные внешние штуки там дополнительные файлы патчи и шмачи вот это все если они подходят отлично будет работать я сейчас только знаете что наведу некоторые порядок он уже тесты пошли помните мы сделали мэйк чек мэйк тест в прошлом году вот он делает мэйк тест в прошлой серии нашей лекции то я хочу сделать это исправить вот эту вот фигню все равно мы переупаковываем наш пакет да все равно те исходники которые у нас в сердце рпм будут лежать они сгенерированы из нашего гидроархива вот он собрался никаких урок никакой ругани на сиди вкус чек не произошло так вот я хочу поправить чтобы вот этой штуки просто не было вот и здесь я думаю тогда вот эта фигня тоже не нужно что 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 вот значит нам этот старт не нужен вот 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 такая конструкция нужна для того чтобы если вы успели заметить давайте я покажу потому что в прошлый раз было не очевидно хэшер развертывает это я вверх page up нажимаю в огромном количестве о хэшер развертывать сборочное окружение с нуля значит когда гир запускает хэшер он создает каталог вот и начинает вот это мой темп и и в нем начинает создавать создавать сборочное окружение собственно черот вот да вот вот черот конфига авто пакеты для нужной для авто и так дальше вот развертанные сборочное окружение но это фактически маленькая установка маленькая операционная система и довольно долго я воспользуюсь плюткой который называется хэш хэш хари build который будет собирать мой пакет на том же самом сборочном окружении вот я хочу потестить не работе откуда здесь 2020 а я еще в одном месте его не удалил вот напоминаю что это делаю для того чтобы мне был потом манты нить удобнее я просто обновлю версию этого пакета и все и не буду заморачиваться на эти теги потому что не каждый раз будут разные вот поправим амендам да и попробуем собрать вот а значит так вот если выйдет новая версия я просто значит распакую вот в каталог под названием просто шпи год эту новую версию добавлю все формы короче обновлю содержимое у меня будет в гид логи отличное представление о том какие файлы в обстриме поменялись все что поменяю я сам тоже в гид логи будет представлена вот тест уже идут вот сейчас мы кстати посмотрим например какой другого пакета на эту тему вот от тестировался что теперь я буду делать теперь я буду оснащать свой гид репозиторий специальными тегами которые сборочница воспримет как команду для того чтобы заглянуть мой репозиторий взять оттуда тот ту версию этого самого моего хранилища которая соответствует соответствующему тему и дальше запустить вот тот самый хэш тот самый гир ну вернее ну вернее да да прямо гир вот и собрать пакет для этого мне нужно сделать следующее для этого мне нужно поставить тег специального вида вот такого версия дефис релиз и подписать его он должен быть отдать этот и он должен быть подписан моей подписи поскольку это делаю очень часто я даже наизусть не помню уже как эта команда звучит потому что я говорю control r говорю минус минус полу и вижу вот такую командную строку сейчас мы попробуем ее расшифровать значит первое get push мы это сделали нет не сделали запушили нас туда вот вот сюда вот в хранилище запушили текущую версию всего создали тег который на самом деле gear create так это на самом деле гит тег правильного вида версии дефис релиз чтобы значит мне не мучиться каждый раз не выковыривать версию релиз я говорю gear create так дальше говорю кто монтейнер вот ну и кто соответственно чьей подписью чьей электронной подписью это нужно подписывать он значит еще раз повторяю gear create так это гит тег annotated и еще при этом значит подписанный мною более того сейчас мы увидим в гит логе это не просто так или просто аннотация эта аннотация взяла взята из чьей жлоба моего пакета сейчас мы все это увидим ну что надо вот а нет ща да вот он этот так ник там с аннотацией все да значит вот как вот она так значит видя этот подписанный тег сборочница обязана если это с контакт если я имею на это право собрать из моего ой ключ очень старенький да кто-то кто-то видел что ключик старенький вас пора обновлять наверное вас но он достаточно размера хотя нет он килобайтный точно пора обновлять вот артем вы сказали теперь мне придется это сделать значит да о чем бишь это я давайте посмотрим что там минус минус follow да дальше я должен зайти на сборочницу на другой интерфейс который называется собственно то там была штука которая менеджер репозитории а это штука который менеджер собственно занимается сборкой вот что она умеет она умеет собирать задания она умеет создавать tasks и и настраивать их потом собирать задание и еще но умеет выдавать право доступа на сборку другим людям вот данном случае нам нужен нам нужен build а вот тут надо еще вот так сделать дайте это сделаем значит что сейчас происходит сейчас я пропихиваю все теги туда вам сборочницу чтобы вот этот тег там обязательно оказался вот теперь я должен собрать пакет значит вот это вот волшебная команда сейчас мы его стоит вот эта волшебная команда сейчас мы раскроем на самом деле выглядит вот так значит я могу я вам говорю дорогая сборочница собери мне пожалуйста пакет шпигод из тега вот такого и после того как соберешься положи его в репозиторий если они у не укажу минус минус комит это будет тестовая сборка в репозиторий она не пойдет вот чем не говорит о чем не говорит сборочница вот говорит сборочница новый таск под имени 2517 265 в репозитории сизив собирает джордж по вот этому тегу собирает дайте кстати посмотрим что в данный момент с этим тегом происходит с этим с этим таском вот он собирается можно периодически отлавливать можно так а можно так вот сколько у меня не собранных тасков но они правда все я их потом собрал вот вот состояние моего таск ну хорошо значит там он будет собираться сразу на нескольких платформах если хотя бы на одной из базовых платформ упадет то таск считается нерабочим но в общем это уже не мои проблемы как видите все все происходит своим чередом а мы с вами резко меняем тему потому что у нас есть еще полчасика но может быть 20 минут на то чтобы поговорить это это было продолжение прошлой лекции да и я мне кажется слегка злоупотребил своим правом рассказывать о чем хочу потому что это конечно же лежит в стороне от архитектуре операционных систем это скорее архитектуры дистрибутивов но с другой стороны с моей точки зрения очень важно чтобы вы получая на руки операционную систему понимали каким образом чьими усилиями и какими собственными усилиями она создается вот linux устроен ровно так вот 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 все компоненты linux которые были с которым вы имели дело вы имеете дело устроены таким образом отличаются они только уровнем ответственности я довольно безответственно себя повел что-то такое потестил потыкал пальцем собрал вот если бы это был какой-то ключевой компонент системы я бы конечно сначала сделал тестовое задание без комита вот сюда бы не сказал комит получилось бы тестовое задание я бы его подключил как репозиторий поставил бы оттуда собранный чистый таз который по идее должен попасть в сизив в какой-нибудь тестовую среду и там бы погонял но всего этого делать я не хочу потому что делить вот ну в общем вот а значит ну потому что это извините вещественный калькулятор которого раньше все зефе не было я не вижу причин его тестить больше чем я это сделал мы с вами возвращаемся к нашим бананом потому что сегодня а это гир потому что сегодня вообще-то планировать лекция про не про монтейнер ства а про архитектуру самой операционной системы и попытаемся что-нибудь минимально за оставшиеся 20 минут и из этого дела извлечь запускаем виртуал очку свои обычные вот simple ком значит про что я успею рассказать сегодня я думаю я попробую рассказать про штуку которая называется у дев потому что смотрите вот у нас есть великий могучий системы этот великий могучий системы кто-то в прошлый раз высказывал критические замечания к оформлению десктопа я внял теперь десктоп оформлен вот так если кому-то это не нравится ну страдайте вот значит есть у нас а еще я перекрасил жуткие подсказки синенький цвет теперь не не жутко синенькие зелененькие не жутко зелененькие вот наверное надо сделать приблизить кстати возможно это для здесь присутствующих на лекции неважно но например люди которые гоняют virtual box обладая при этом маками с волшебным ретин дисплеем очень часто видят вот такое на экране вот или там когда когда подсматривает в каком-нибудь до зуме или чем-то таком обращаю ваше внимание на то что есть вот такая фишечка где можно масштабировать разрешение можно сделать его просто побольше это virtual box значит да так вот есть у нас великий могучий системе который как бы делает все на самом деле системы не делать ничего то есть вот все что он умеет мы уже несколько раз смотрели он умеет обрабатывать mount юниты таймер юниты значит target юниты это которые промежуточные чекпоинты сервис юниты конечно же сокет юниты ну еще там пар тройку такого рода вещей то есть это мета инструмент это инструмент запуска и контроля между тем у нас есть довольно интересная задача которая состоит в том что бы чтобы определить аппаратное наполнение то что это хардваре аппаратное наполнение нашей операционной системы это то что лежит вот вот здесь вот вот-вот вся вот это вот ерунда в принципе все что лежит сис девайсис формируется аппарат на это специальный вид файловой системы как обычно вот так ой ну вот видите тут много видов но во первых сис а во вторых там еще куча всякой 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 дополнительной штуки связанные с в основном все группами проси группы не успеем поговорить в этом семестре жалко хотя может и успеем но неважно важно важно что сис да это виртуальная файлосистема которая в виде файлосистемы на самом деле представляет нам аппаратное наполнение нашего компьютера вообще говоря оборудование оборудование рознь недостаточно просто обнаружить что у тебя в твоей операционной системе при ее работе появилась новая оборудование при старте вообще говоря когда появляется новое оборудование нужно что-то делать мы с вами видели в прошлый раз что когда мы отформатировали диск там возбудилась целая цепочка целая цепочка обработчиков начиная от внутрисистемного который определил что на диске появилась новый новый раздел и этот раздел файловая система его можно смонтировать и заканчивая в предупреждением в десктопе которую которая как-то ему туда попала поэтому в следующий раз поговорим как она туда попадает вот предупреждением в десктопе где было написано вы не хотите ли смонтировать вообще вот то есть одного наличия устройства недостаточно а давайте сразу пойдем в сперпользователя вот значит этим наполнением да значит есть еще каталог слэш дев в котором собственно эти устройства заводятся ну вот а вот мы его помним например вот поэтому да мы так mount point mount unit делали вот этот каталог слэш дев кстати обратите внимание а нет обратите внимание на то что они какого они цвета да мы помним что в деве лежат вообще говоря вообще говоря специфические файлы вот кстати кстати аудио в фс вот каталог слэш дев это тоже специальная файловая система виртуальная которая как раз предназначена для того чтобы как только внечет появляется вся вот эта машинерия а у вас тут появилась в системе запускалась про машинерию сегодня не будем говорить чуть позже за этим всем следит демон который называется удив он является частью систем д с ют то есть пишется он примерно тем же комьюнити что и систем д но это не систем д это отдельная совершенно штука которая может вполне себе нормально работать безо всякой систем д вот которая предназначена для того чтобы отслеживать появляющиеся в системе устройства и что-то делать в случае когда они ну помимо того что заводить собственно девайс в дереве да что-то делать еще сейчас будет эксперимент на людях я не знаю чем это закончится вот который стоит в следующем давайте посмотрим что сейчас значит где-то цен у дев там есть рулис .d вот но это вот файлы вообще пустые а вот этот файл не пустой что здесь написано это штука автоматом сгенерированы при установке вот которые делать следующее она видит что у нас есть появляется сетевое сетевое устройство когда оно добавляется неважно какой у нее драйвер важно какой у него мак адрес и если добавляется сетевое устройство с данным мак адресом она будет называться этаж 0 в действительности именование сетевых устройств эта штука такая очень мутная когда у дев стал заниматься этим делом выяснилось что в разных случаях жизни сетевое устройство могут опознаваться в разном порядке если у вас их два то одно из них называется этаж 0 то другой из них называется этаж 0 ethernet а вторую называться этаж 1 так называемый прыгающая сетевая карта вот поэтому при старте системы их надо переименовывать и называть этаж 0 какой-нибудь одно вот например вот такое я сейчас попробую удалить это правило и удалить пакет который сейчас вот это вот что и посмотреть что получится вот вот есть пакет у дев рули генератор который нет который собственно генерирует вот это персистент правила вот больше он так делать не будет а вот это правило мы сейчас уберем отсюда вообще мы вот значит что сейчас должно произойти сейчас при ну скажем можно перезагрузиться или перезапустить перезапустить у дев что-то типа у диван контроль вот минус минус релат руляс контрол контрол нет она все равно будет называться этаж потому что она уже переименована короче говоря сейчас давайте попробуем перезагрузиться тогда а я немножко продолжу про тем временем говорить про значит про удив значит что по моему мнению должно произойти по моему мнению это устройство теперь должно называться так как оно называется в момент старта то есть кстати она может называться этаж 0 нет я не думаю что отвалится сеть я думаю что вы с более высокоуровневый интерфейс волос к уровневой служба который называется network менеджер которая над этим стоит она все равно заработает потому что она увидит новый интерфейс который не так называется но сейчас увидим возможно вообще ничего не произойдет возможно этаж 0 это этаж 0 у вас нет произошло но произошло именно то что я предвидел обратите внимание наш интерфейс теперь называется так как он называется он поименован по имени шины на котором он лежит этой ethernet network который лежит на PCI шине 0 и слоте 3 кажется так давайте посмотрим да точно видите да вот это вот вот это вот волшебное именование и ethernet контроллер ethernet network PCI шина 0 устройство 3 вот понятное дело что если бы мы прибивали сетевые настройки непосредственно к имени этаж 0 то как предположил Артем у нас бы отвалились эти настройки но поскольку у нас сетевыми настройками ведать такая штука которая называется network manager то она видите он справился да да совершенно справедливо для тех кто любит и этаж 0 я открою вам секрет вот видимо Артем в курсе на самом деле вот это это тоже результат переименования при старте сетевые интерфейс называется а бы как а потом они переименовываются вот таким вот способом чтобы хотя бы можно было понять какой из них какое вот значит меня осталось совсем немножко и я покажу пример из реал лайфа другой совершенно другой функции системы системы у дева который я пользовался между прочим на том самом ноутбуке с которого читались лекции когда еще не было всей этой коронавирусни сейчас я только ip адрес его узнаю по-моему вот такой вот обратите внимание кстати я изнутри виртуалки захожу на машину вот на эту ну и раз я уже ее показываю обратите внимание как устроена у этой машины клавиатура видите клавишу print screen между alt и control я не знаю кто придумал делать клавишу print screen между alt и control но этому человеку надо поставить бронзовый бюст натуральную величину на голову при жизни потому что во всех этих ваших графических средах а значит по нажатию print screen запускается print screen то есть снятие снапшота экрана и это конечно вот такая идея была положить туда print screen вот как его оттуда оторвать оказалось не самая простая штука почему потому что это нужно сделать даже не на уровне иксов это нужно сделать на уровне прямо линукса вот ядра на уровне того самого у дева которому можно давать команды по перенастройке вот значит что я сделал этим делом занимается другая подсистема вот я зашел на эту машину где я print screen тут удалял а у дев х б б д вот этим делом занимается другая подсистема которая называется хвдб hardware database которая представляет собой из себя собой короче неважно которые которые в действительности действительно база данных все 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 аппаратуры в которых записаны сейчас покажу что записаны идентификаторы наших всяких устройств где они тут не вижу возможно не ел не надо не lspci было делать а что то другое сейчас найду а минус n вот в которых записаны всевозможные идентификаторы устройств на основании которых этот самый у дев и проверяет их потом определяет что это то самое устройство кстати я забыл показать еще одну вещь но давайте сначала хвдб потом у дева на этом закончу так вот для того чтобы брать этот принт скрин мне значит пришлось запустить программочку я в тест она посмотрела какие у нас есть устройство обработки событий внешние тут видите есть всякая 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 камера клавиатура мышка микрофон все и в частности есть устройство которое называется а t translated set to keyboard значит это нулевое устройство вот вот я нажимаю на нем начинаю нажимать всякие кнопочки вот в частности нажимаю вот эту кнопочку print screen она говорит что у нее хардварное значение b7 а вот здесь она писала как раз print screen раньше но я это переправил каким образом я взял в этот самый хвдб вставил такой вот такой вот файл ну даже на скайкад даже я сказал не так чтобы это чтобы вас не мучить минус в вот вот такой настроечный файл в котором в котором написано что если среди евдев input то есть устройство которое за которое отвечает евдев и которые имеют класс input встречается устройство сейчас скажу b11 это что секунду вот и которая на шине 11 у которой вендор 1 продукт номер 1 версия у него а b54 но версия мы не учитываем да и так одиннадцатая на шине вектор 1 продукт номер 1 все так вот вот это вот волшебное слово ой вот вот это волшебное слово означает b номер на шине 11 вендор 1 про что там я забыл короче продукт номер 1 ну а идентификатор модели него так вот если оно такое встречается то будь добра переопределить keyboard key 00 b7 в compose а не в то что там было раньше после чего после чего сейчас мы найдем полную командную строку вот она да значит после чему надо пересобрать эту базу данных она в бинарном виде там лежит перезапустить удев ну точнее его правило перезапустить сказать дорогой удев у нас тут появилось устройство тут написано event 6 на самом деле event 0 да мы мы смотрим про event 0 у нас event 0 как бы перепоявилась будь добра добер триггер нить про него вот ну и соответственно дальше посмотреть вот мы можем кстати нам время позволяет нет не очень ну все таки давайте вместо композ что там можно ему shift такая фигня работает интересно да вроде ничего а пока мы не будем делать так давай давайте попробуем запустить значит вот я запускаю я в тест этот самый ноль и делаю вот так вот да я нажимаю на print screen он говорит что это кей композ только не 6 а 0 0 здесь тоже 0 композ говорит shift там надо дважды перепустить я в неправильном порядке команды за то самое там надо сначала сделать то ли то ли апдейт потом триггер тут неважно короче shift смотри сейчас запускаем запускаем этот самый и в тест и выясняется что он теперь 0 вы все равно композ видимо слово shift отсутствует в этом самом чет сейчас секунду все таки я хочу это добить и на этом мы закончим давайте сделаем вот так вот ммм ну хорошо пускай будет не shift пускай будет ну не знаю там вот любой из этих мьют да shift кажется там нужно писать right shift left shift я не помню сейчас просто нет времени уже смотреть давайте значит выполним вот эту неправильную команду вот 0 я вам даже больше что скажу вот я нажимаю на этом компьютере эту клавишу print screen видно да сейчас я посмотрю я нажимаю я нажимаю и появляется появляется иконка вот так что все сработало и последнее что я хотел сказать только сейчас давайте вернем на место потому что это хорошее годное было хорошее годное было слоу композ тут в правильном месте было вот и последнее что я хотел сказать на эту тему и на этом мы видимо закончим работать что есть что эти правила они на самом деле довольно большие вот в этом месте и уср это лип у дев нет а где там обычный а уср шари удев уср шари удев да нет же ну блин а где Сейчас мы посмотрим У Дев рулит какой-нибудь Во! Либо Дев рулит с Д Их там на самом деле довольно много Ну реально много На всей случай жизни Что бы ни происходило Что-нибудь такое происходит Вот например Что тут написано Смотрите Если у нас появляется новое устройство Которое из звуковой подсистемы То Их там довольно много Устройств в звуковой подсистеме Поэтому значит С точки зрения ядра Это control что-то там Просто название Но при этом не сама карточка А именно управляющий инстерфейс к нему Да Значит Выполнить пачку скриптов Которые начинаются на AlsRestore.go Если Есть вот этот Вот этот файл То запускается AlsRectl Если этого файла нет Если есть этот файл EnRestore Если нет такого файла То запускается просто restore Что это такое Это вы настроили Свои звуковые Какие-то Настройки Вот И при выключении Они запомнились А при включении Вспомнились Это вспомнить звуковые настройки Ну и так дальше И так дальше Тут вот как видите Их реально дофига Вот Короче говоря Удев Выполняет При появлении в системе Каких-то там новых устройств В том числе При появлении при старте Да Когда они только появляются Вот Дополнительные действия Собственно Которые иногда мы видим Наблюдая Рабочий стол Результат которых мы видим Потому что Результат этих действий Докатываются до пользователя Чаще всего не докатываются Вот Мне кажется Я выжил все свое время Которое только мог Так что я Поскольку я не вижу вопросов То всем спасибо Вот Ну а Семинар через 10 минут Как обычно Вот Все 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 Все